Может быть, у кого-то там было, там, ребята, там, может быть, у кого-то были такие пошлые мысли, но у меня не было таких мыслей. Просто найти свою половину. И ты не можешь ее даже, и ты не можешь сделать. Потом в конце говоришь, где же это, какие, где же, как истинно, кто вообще в моей жизни должен быть? Баптист какой-то, или пятидесятник, или православный какой-то монашка. Ну, как-то оно тебя смущает это все, напрягает. То есть тебе это, как-то оно, вот, напрягает. И все же ты говоришь, Господь, где же моя половина? Где же моя половина? Вот мы как-то, знаете, вели тему, и здесь, и вот такой был разговор. Кто когда принимал вводы крещения? Вот я спросил у людей, вот Павел сказал, что он принимал в 42 года. Ну, и, в общем-то, он, потом я спросил, ну, как что-то было, почему он в 42 года принимал? Или это было по желанию, или просто потолкнула жена? Вот, и как это, что кто-то принимает вводы крещения, потому что надо войти замуж. Есть разные, иди в церковь, там точно найдешь тебе, вот, точно такой человек попадет тебе. Вот, кто в церковь приходит, это все же люди ближе к Богу. То есть по-разному люди направляют людей. А сейчас, тем более, вот так, знаете, свобода. Бежите, бежи в церковь. Что, как, там твоя судьба будет более правильнее. Так наставляют родители. Вот. Ну, и это, знаете, с другой стороны, это и правильно. Хотя, смотришь, смотрел в церковь, как моя жена говорит, там тоже есть свое, знаете, люди, те, которые поют, красиво одетые, и, в общем, это одна своя, свой слой. Потом есть серединка, ну, и есть такие ваннушки, которые вот в деревне, у них брюки такие, с которыми можно посмеяться. То есть их тоже споровать. То есть там тоже поруют люди друг друга. То есть церковь, и как в ней разобраться, кто кому подходит. Да если ты проповедник, да как ты можешь взять какую-то такую Олечку или какую-то там из деревни, то есть она тебе не подойдет. То есть свои стандарты у церкви. И это ты все видишь. И как-то смотришь, Бог дай мудрости во всех этих вопросах, и ни в коем случае я не хочу обидеть, это, наверное, как и правоспортестантские, наверное, православных, там, батюшка богаче, там, значит, давайте, вот как-то ты возьми дочку батюшки или как прочее. То есть есть свое каждое построение. Это церковь, и где, думаешь, где Бог, как в этом разобраться, и вообще, и как с этим всем быть. Но хочу сказать, что Бог может нас, наверное, Бог может научить нас всему этому. Здесь, знаете, написано, есть такое место, вот именно здесь часто звучат слова такие, «Входите тесными вратами, потому что широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Знаете, кто-то когда-то читал, думаешь, «Господи, это какая-то жизнь, наверное, вот надо идти в монастырь». То есть у тебя такие были желания, ну, подождешь в монастырь, побудешь там, посмотришь, как у тебя был в Почайской лавре. Ну, разные люди приходят, знаете, ну, довольно такая, знаете, тяжелая, напряженная ситуация, там улыбаться-то как-то нельзя, там нужно заходить, очень довольны все проходят, и там такая картина, вот Отец, Иисус Христос и Дух Святой. И так все люди заходят, кто-то крестится, кто-то как-то, знаете, то есть заходят в какое-то место, но я особенно как-то не чувствовал там такой большой радости, оно мне даже где-то там пугало. То есть вот так говорю, вот, а еще был, по-моему, у меня был друг москвич, он говорит, я сниму на фотографию. Монах какой-то, ты что там делаешь, это нельзя, святые места здесь это. Ну, в общем, мы вот такие впечатления были от, знаете, церквей. Ну, и по-разному, по-разному люди, конечно, но ни в коем случае, я хочу сказать сегодня, что все равно я хочу сказать, что я рады, что все же Бог нам вложил где-то внутри вот такое подсознание. Написано, я уложил упование у груди матери, вот где-то оно у тебя появилось, вот это, вот это, ты играешь в мяч, в футбол, даже где-то неудачный удар, а ты вот попросил у Бога, и ты забил гол, думаешь, о, оказывается, там Бог помогает. Ну, то есть смотришь уже в жизни, Бог помогает, но долгое время бывает Бог молчит. Вы знаете, какое-то время у меня Бог молчал, вот лично, я говорю, за Москву долгое время Бог молчал, лично выборы невесты, это очень-то серьезный один из таких важных вопросов. Я сказал, вообще ты для меня не создал человека, ты не знаешь, как быть, там есть клуб знакомств, где люди пытаются искать себе человека по образованию, какого бы хотел бы человек, и оказывается, что тоже тяжело там и найти, то есть как-то тебе этот человек тоже не подходит. То есть о чем мы сегодня говорим? Говорим о том, что я верю, что Бог имеет свой план для каждого в нашей жизни. Мне говорят, Вячеслав, а вы счастливы, у вас жизнь получилась, а я не женился, а мои годы прошли, а моя жизнь полетела так, да я бы лучше знал бы, да как-то по-другому бы жил, а то я себя хранил, а я не нашел, так и была девчонка, я ее прозевал, и как-то было, и у меня в жизни не получилось, у вас как-то получилось, а как это так? То есть немножко кто-то обижается на Бога, кто-то по-разному. Но хочу сказать, что я верю все равно, что Бог нас всех слышит, мы Его все дети. Сегодня с нами есть Ольга, и мы хотим продлить ее встречу с Богом именно в прошлой передаче. Как мы говорили, что она была, то есть был, наверное, воспитанный ребенок, может быть, ангельский ребенок, у которого родители были очень в доме, хранился порядок и тишина, не было ущемления личности. Олечка, ты поела, как ты поспала, тебе будет неутомительно то, другое. То есть часто бывает в христианской семье такого нет. Вот ты идешь, тебе пора идти в церковь, пенек тебе в задницу, давай шуруй, быстрее, ты чего ты там? То есть не всегда это, даже и в христианских семьях это можно увидеть. Извините меня, я критичен, но почему-то, потому что я видел это, и эти порядки я видел, я не говорю о всех, ну о многих так оно и есть порядок такой. Ты должен сидеть, и все. Ребенок там кричит, у него сиди, ты чего не отсидел, ты чего не накормил его? То есть люди разные, а дети это видят, то есть по-разному, вот. Но ваши родители были, ваши родители были как-то, как-то, наверное, что-то пережил папа, если он не употребал алкоголь, не курил. Ну да, наверняка аж какие-то были переживания, и мама тоже, ну мама верила, что Бог есть, что он видит все, и поэтому жила именно вот богобоязненной жизнью, к которой ее приучила ее мама, то есть моя бабушка. Хочу еще только вопрос, а вы все-таки на что-то обижаетесь на своего папу, что он к вам был где-то груб иногда, или все-таки как-то у вас были понимания, или вы старались с мамой быть? Нет, я любила одинаково и папу, и маму, потому что, ну я была поздним ребенком, как я уже говорила, я была очень избалованным ребенком, и мне все время предоставлялся, в принципе, свободный выбор к тому, что, ну я должна делать, да, то есть мне позволяли самой выбирать. Но родители были уверены, что я всегда выберу правильное, потому что меня воспитывали в очень такой позитивной, положительной, правильной обстановке. Поэтому, в принципе, мой выбор всегда был свободным, и мне даже не на что было, на самом деле, обижаться ни на папу, ни на маму, то есть в этом отношении папа от меня ушел очень рано, мне было 10 лет, поэтому у меня о нем остались очень теплые, очень приятные воспоминания. То есть он у вас не был такой, что Коля... Тираном, нет, никогда он не был тираном, всегда доченька, всегда Оленька, всегда лапушка, ну то есть я вот в детстве других слов не слышала. — И все же он хотел, ну вообще-то он хотел говорить, что... Или он просто давал вам разобраться, потому что бывают люди... Вот я хочу, чтобы ты была педагог, или ты был врач, или... То есть я вот это, мы, династия, там вот таких людей, и я хочу, чтобы ты вот как-то направлялась в это. То есть бывает, это не совсем ребенку нравится. У вас не было каких-то таких... — Ну нет, у меня как бы с первого класса я насильственным путем занималась музыкой и плаванием, то есть меня просто отдали в эти секции, чтобы занять все мое свободное время, опять-таки, чтобы я не попала в какие-то дурные компании, да, чтобы я была занята, и... Ну спорт мне нравился, а музыка не очень. У меня была не очень хорошая преподаватель, которая кричала на меня, иногда даже била руками об пианино, и поэтому я не очень хотела заниматься, и постоянные гаммы приходила домой, мама меня сажала за пиано и говорила, что давай, тренируйся, это надо учиться, чтобы это было в совершенстве, и вот мама меня больше заставляла играть эти гаммы, которые я, конечно же, ненавидела. — Оля, я хотел... Мы сейчас будем переходить в другой части. То есть в жизни бывала... Вот ваша цель, она разрушилась цель, наркотика разрушили состояние. То есть внутри ты знаешь, что это... Я хотел быть таким. Почему так повернулось в жизни? Меня обманули, обманули. Кто-то подложил эти наркотики. Я стал наркоманкой. Я не могу от этого вырваться. То есть меня настолько... То есть это настолько человек не может с этого... Как будто ты в клетке, что ты не можешь... Тебе нужно обязательно какой-то наркотик употреблять. Употреблять. То есть ты не в силах сама вот эту вылезти. Получается так. — Ну да. Мы в прошлый раз говорили с вами, что у человека есть внутри, в душе, в сердце, не знаю в каком месте, но где-то вот здесь. Есть такое место, которое предназначено для Бога. Ну потому что человек так создан, чтобы он имел общение, имел отношения, имел Бога внутри себя. И поэтому это место, когда оно остается незаполненным, человек не получает полного удовлетворения. И вот многие, как я, пытались заполнить его кто-то музыкой, кто-то спортом, да, кто-то какими-то играми, кто-то сексом, кто-то... Ну разными вещами. Каждый человек пытается заполнить вот это пространство, которое принадлежит только Христу. И поэтому, наверное, когда в мою жизнь пришли наркотики, то, конечно, они разрушили все мои мечты, пришло полное разочарование в жизни, потому что я перестала, ну как... Я и так не была верующей, потому что, да, раз я допустила это в свою жизнь. Но это разрушило вообще мою веру, но, наверное, больше всего мою веру разрушило то, что я попала... Такая была у нас компания, общество, сообщество. Это бывшие наркоманы, которые все равно употребляли наркотики, хотя они везде себя пиарили, что они уже живут чистой жизнью, которые прошли через православные монастыри. И я пришла к ним, прося помощи. Они сказали, хорошо, мы тебя отправим в православный монастырь. Я уехала в Ярославль, это был женский монастырь, и мне сказали, как себя надо вести, что надо одеть, что сказать. Ну, там определенные строгие правила. Я приехала туда и прожила я там две недели. Для меня это было очень тяжело, потому что, ну, там люди посвященные, люди, которые посвятили добровольно, да, себя вот, отделили себя от всего, и они уделяют много времени молитвам, у них там и заутренний, и вечерний, и всё это заканчивается очень поздно, начинается очень рано. Весь день они работают, там у них разные послушания, кто где. И я как бы вот сразу, будучи ещё зависимой, вот попала вот в это как бы, да, во все эти движения, во все эти дела. И для меня это было неимоверно тяжело. Во-первых, я не понимала, там всё читала на старославянском языке, я не понимала ни одного слова на тех богослужениях, которые там проводились, да, на тех молитвах, всё это было на старославянском языке. Я еле-еле выдержала две недели, когда я поняла, что я уже, я не могу быть верующей. То есть в моей жизни пришло понимание, что я верующей быть не могу, это не для меня, для меня это слишком тяжело. Я просто вообще не понимала, что такое вера, я не понимала, что такое живое общение с Богом. Хотя я уверена, что многие из людей, находившихся там, имели это общение и знали Бога. Потому что, когда я приехала в монастырь, я приехала, меня должно было сильно ломать. Я употребляла большую дозу, но меня не ломало. Там тоже присутствует благодать и милость Божья. Просто люди не доносят это друг для друга. Они не делятся этим. Они имеют каждый сам для себя и как бы вот этим удовлетворены. Поэтому к концу второй недели я чётко для себя решила, что я не могу быть верующей. Просто у меня нет сил быть верующей. Я не могу жить так, как живут вот эти люди. Хотя я видела, что они живут такой вот жизнью, которая достойна уважения. Я не знаю, как живут там высшие касты, попы, попади и прочие. Но вот те монашки, с которыми я была рядом, те послушницы, которые были в этом монастыре, то есть они были чем-то недосягаемым. Вот такой образ жизни они вели. То есть молитвы нужно было как-то вот... Ну да, там определённая одежда, определённое время, отделённое для молитвы. Это не пять минут, не полчаса и не час. Это много часов в день. То есть это очень ранние, в четыре часа подъёмы, эти вот все ночные заутренние службы. Это всё было очень тяжело. И они очень много времени проводили на коленях, читая вот на старославянском какие-то молитвы, всё, что я понимала, когда они говорили о Мине, крестились. То есть и то я не всегда попадала, потому что не знала, когда это надо делать. Вот. И поэтому пришло вот такое разочарование, наверное, и в том, что я не могу быть верующей. Что я не могу быть верующей. Да. Но я, наверное, хочу сейчас просто сказать, что для тех, кто, может быть, в прошлый раз слушал нас и, может быть, не успел записать телефон реабилитационного центра и сайты, я говорила о том, что я являюсь работником реабилитационного центра и представляю здесь служение New Life USA. Это центр бесплатный для нарко-алко-игрозависимых, для людей, которые попали в любую проблему, в любую зависимость. Реабилитация бесплатная 20 месяцев. Наш телефон 417-967-1155. И очень простой наш сайт NLUSA.ORG. NLUSA.ORG. В конце передачи я еще раз повторю телефон и сайт, так что, если кто-то хочет записать, приготовьте ручки. Слушайте, это бесплатно? Вы прямо действительно помогаете? То есть, вот я слышал, что там нужно какие-то платят, платят деньги за каждый месяц? Нет, нет, у нас центр совершенно бесплатный. Мы живем по слову, которое написано в Библии, даром получили, даром отдавайте. Каждый из нас получил спасение даром. И каждый из нас получил милость, прощение, освобождение, новую жизнь он получил даром по милости Божией. И точно так же мы считаем, это лично наше мнение, нашего руководителя, наших работников, вообще нашей организации, что мы не можем. Это призвание, это миссия, это то, что повелел Бог делать, спасать взятых на смерть и обреченных на убиение. Это повелено от Бога делать каждому верующему, спасайте, отпускайте измученных. Это все священное Писание нас учит этому. И поэтому мы твердо убеждены, что мы должны оказывать помощь друг другу бесплатно. Оля, вы знаете, с вами действительно Бог. Я часто слышу, что люди там тысячи, полтора тысячи за месяц платите, а вот вы так настолько хотите, чтобы это было доступно или бесплатно. То есть вы чувствуете, что вот так Господь вам полагает это делать бесплатно, чтобы ему помочь людям. Но вот Иисусу кто-то платил за то, что он ему помогал. Никто, мы нигде в Библии не видим, что Иисус что-то хотя бы принял. Даже Павел, он говорит, я тружусь собственными руками с вами, он шил палатки, он работал по ночам, днем проповедовал, исцелял, а ночью он шил палатки. Потому что он не хотел быть никому ничем обязан, потому что он хотел явить Христа, явить его любовь, явить его всепрощение, всеобъемлющую любовь. И я считаю, что вот в этом и есть доказательство любви, что мы помогаем друг другу бесплатно. И не только мы, как братья и сестры, а именно и неверующим людям. А как еще им явить Христа, если не оказать им такую милость, которую они никогда не видели? Меня шокировало то, что люди приходили ко мне каждый вечер, не имея во мне никакого интереса. Наоборот, я думаю, что им было неприятно общаться со мной, так как я грязно разговаривала, я плохо выглядела, я была все время под какими-то средствами, либо это был наркотик, либо таблетки, ну что угодно. Со мной неприятно было общаться, но эти люди знали, что моя душа бессмертна, и что если я вот так умру, то я попаду в преисподнюю. И каждый верующий знает, что любой человек, который попал в зависимость, в рабство, который отступил от Бога, если он умрет, то он обязательно попадет в преисподнюю. И не помочь такому человеку, ну я считаю, что это неправильно. Как минимум, как минимум это неправильно. То есть, а может быть, знаете, что вам такие люди попали, наверное, может быть то, что вы как-то по жизни старались быть честной, все равно какие-то, знаете, не кинуть кого-то, как люди называют, там это обмануть, то есть все равно, вот как даже вы, может быть, по этой жизни проходили, может быть, тоже. Ну на самом деле, да, даже когда я употребляла наркотики, это потом я уже читала Библию, там, где написано, что блаженные миротворцы, да, и я поняла, что я вот всю жизнь была миротворцем. То есть я даже, когда возникали какие-то стычки между ворами, между наркоманами, между, ну вот такими людьми совершенно, у которых все время какие-то стычки, разногласия, какие-то недовольства, какие-то друг друга кидают, да, друг друга там обманывают, еще что-то, я всегда старалась помирить, сохранить мир со всеми, то есть не ссориться, и, конечно же, старалась не обманывать, потому что если обманешь, то потеряешь отношения, потеряешь мир. И я вот всегда старалась не терять этого мира, ну хотя бы вот такого вот, да. еще такой вопрос, новая жизнь, это получается, вот именно пришла новая жизнь, примерно какой-то год был, это вот это событие, знаете, оно обычно запоминается, к нему пришел Бог. не, я точно помню, да, что ко мне начали ходить с июня 94-го года, и ходили ко мне все лето, и только в августе, 1 августа, я отдала свою жизнь Господу. То есть пришел Господь в вашу жизнь? Пришел Господь, да, Потому что отдавать, в монастыре отдавали, но оно как-то не чувствует. Нет, да, я пыталась. А это прямо пришел Господь в вашу жизнь? Да. То есть когда что, это приходит радость, это совсем другая жизнь? В тот момент, когда я просила у Бога прощения, я просто плакала и кричала, чтобы Бог помог мне. Я не могу сказать, что я пережила, как многие говорят, вот эту радость покаяния, что там груз упал с плеч, еще что-то. Нет, я не пережила этого, но я пережила прикосновения нескольких десятков людей, которые обнимали меня, которые поздравляли меня, и в этом я увидела вот любовь и отношение Божье ко мне, потому что выглядела я отвратительно, я была раковая, больная, мое тело было покрыто язвами, и прикасаться ко мне, я честно скажу, даже люди, встречавшие меня на улице, они шарахались, но эти люди, они подходили и обнимали меня. И вот это для меня была в первую очередь любовь Божья, что меня любили люди, то есть поэтому я стала ходить в церковь, поэтому я пошла в библейскую школу, потому что я захотела узнать, как же надо жить, что же надо иметь внутри, чтобы вот так любить вот таких людей, как я. То есть именно вот это, как-то Господь через это подвинул, и вас начало какое-то выздоровление, вы сказали, вы поехали первый раз автобус, и у вас же... Да, я домой поехала уже из церкви на автобусе, хотя приехала на такси, не могла ходить. Это пришла новая сила, это пришла сила от Бога, это пришло исцеление от Бога, это было сверхъестественно, потому что у меня так же не было, вот как в монастыре, когда благодать Божья окутала меня своей любовью, потому что Бог-то всегда хотел спасти меня. И ему не важно было, что это, монастырь, это католическое, какая-то лютеранское, протестантское, баптистское, ему было не важно, ему было важно меня, как Олю, как личность, как его дитя, которое попало вот в этот грех, в эту проблему, в эту беду, выдернуть из этого рва и спасти. И для этого он даже там, в монастыре, дал мне пережить вот эту свою милость, любовь, благодать, любовь, чтобы я почувствовала, что вот он, вот он Бог. Но люди потом немножко, конечно, всё испортили, поэтому нам не надо никогда смотреть на людей, да? С одной стороны, да, есть люди, которые являют собой Христа, здесь такие, ну, вся Библия, она полна, как любой неверующий человек, скажет, да, ваша Библия вся полна противоречий. И вот также здесь, с одной стороны, многие люди являют любовь Божью, да, своей жизнью, своим поведением, своим отношением, а с другой стороны, многие люди отталкивают от Христа. И поэтому, когда мы приходим к Христу, да, сначала мы смотрим на людей, мы пытаемся копировать их, ну, хороших людей, потому что я, например, своего мужа влюбилась не как в мужчину, а я увидела в нём Христа настолько сильно, настолько могущественно, что я влюбилась в Христа, в нём. Я обожала, как он говорит слово, я обожала, как он молится смотреть, я просто рядом с ним как бы таяла. И не из-за того, что рядом со мной мужчина, а из-за того, что рядом со мной был служитель Божий, на которого я смотрела вот такими глазами чистыми, не как на противоположный пол, а как на Христа. Он мне явил Христа, он был много рядом со мной, он делился со мной откровениями, он молился со мной, и как бы я влюбилась в первую, ну, сначала не в мужчину, сначала влюбилась именно в Христа. Это была вот эта, эти месяцы первой любви, да, хождение в Боге, когда, ну, все удивляет. То есть настолько человек был, то есть слово было через него, то есть Господнее слово через него, то есть вот через его уста, и его как-то в жизни вы это видели, человек прям в одними Богом получался, то есть человек земной, а он уже стал как вот Бог его, совсем другой человек, потому что человек эмоциональный, какой-то другой, там, сарактером, то есть как-то иди туда, то есть, знаете, свои привычки, заморожки, а вот это другой человек был, получается. Оля, я еще такое хотел, следующее, вопустать, я хочу, чтобы не забыть, я когда-нибудь смогу его все-таки пригласить в студию, когда-нибудь, это мне интересно. Ну, как бы я не знаю, как это можно сделать, просто если он и приедет, то еще не скоро, ну да, и мы на другом побережье, ну как-нибудь, да, может быть, по телефону, я все-таки хочу, вот я хочу сделать следующую передачу, если у меня получится, то вот хочу, если у меня все спланируется, если я не буду еду. Хорошо, следующий вопрос, мне это интересно, просто, а человек вообще-то он верующий был, или он тоже не верующий? Нет, он тоже, только всего год покаялся, он тоже был бывшим наркоманом, и тоже всего год, как Бог пришел в его жизнь, могущественно исцелил его, освободил, спас и дал ему вот такую вот любовь и желание помогать, вот таким же, как он был сам. И он был вот вместе с Сергеем и Тивасяном в тюремном служении, но он не ходил по тюрьмам, потому что у него было другое призвание, он понимал, что он призван помогать таким же, то есть именно наркозависим. А я еще хочу вот такой вопрос задать, извините, вы же много лет это служите Богу, бывает человек, люди говорят, он сегодня вот зашел, вот стал верующим, а потом по жизни опять его какие-то, это, как вот он стоит, вот так вот как-то ищет всегда Бога, вот как вы видите? Стоит, ищет и служит. Стоит, ищет и служит. Да. Хотя это не всегда легко. Это не легко. И он тоже считает, что это надо делать бесплатно, то есть бесплатно, то есть помогать людям. Еще такой, у нас мало совсем времени, еще такой может эпизод, хотя бы вот, знаете, за те служения, это тяжелые люди, вы знаете, я не знаю, как вы, но я попробовал чуть-чуть, я пытался одного бомжа там придержать возле там, возле работы, какую-то будку там поставил, говорю, девчонки, давайте кормите, туда-сюда как-то, потом еще какие-то люди бездомные приходили, я говорю, давайте сэндвичи, слушайте, я так это все, а потом смотрю, пьяные ходят, другое, думаю, жена мне говорит, что ты наделал, теперь вы смотрите, везде бомжи возле магазина, что мы будем делать, тут уже продавцы не будут, что это такое, ты сделал, я говорю, я хотел с добрых, с добрых побуждений кормить, давать сэндвичи, и у меня не получилось, я просто ничего, хотел вам сказать, вы от этого не устаете, или это вам просто, Господь это дает, эту любовь, я просто говорю так, потому что это, это человек, который я пытался полгода, он приходит, какие-то сэндвичи, продав сам какие-то комплейн, я кидает, то телефон хватает, это русский, он попал в такую беду, и он здесь живет, и вот зовут, Сергей, я не знаю, дай Боже, я всегда молю, чтобы ему, дал Бог выйти с этого положения, но я от него устал, я говорю, мы не можем, тут приходят наркоманы, как это, то есть, это было, это был кошмар, то есть, я увидел, что я не могу это тянуть, я хотя пастор пытаюсь, но я говорю, все равно, но Господи, помоги, и сказал полиции, пожалуйста, проводите их места, я не могу это делать. Ну вот, потому что, поэтому мы и создали реабилитационный центр, потому что мы тоже пытались, вот команда Сергея Матевосяна, мы пытались помогать людям на улице, в подвалах, там, ну короче, просто это невозможно, человека надо вырвать из его привычной обстановки, поставить в жесткие условия, в жесткие рамки, у нас в центре очень жесткие правила, очень радикальные взгляды на все, мы преподаем Христа, притом распитого, чистое словесное молоко, без всяких вероучений, это придут они в церкви, всему научатся, но самое главное, что мы пытаемся показать им, явить им любовь к Христову, но она не всегда такая, что гладить по головке, да, кормить вкусными сэндвичами, она разная, потому что, если человек, даже если человек своего сына любит, написано, что кого отец любит, того он оказывает, поэтому в центре есть все, есть жесткие рамки, есть где мы даем послабинку, где то, но 23 года у нас большой опыт работы, и поэтому то, что происходит в центре, что Бог спасает людей, они обретают личное общение с Ним, они просят прощения, получают свободу, и я еще раз напомню, телефон нашего центра, это 417-967-1155, 417-967-1155, и наш сайт nlusa.org, вы там можете найти всю информацию, nlusa.org. Еще, вы знаете, потому что я вот, знаете, может, у меня не такая большая церковь, но я знаю люди, которые в семье, которые вот находятся бедные люди, дети их не находятся в такой зависимости, и они где-то и там, на ИС живут, и здесь в Сакраментое живут, то есть вы пытаетесь, я просто, это какая-то новость, вы даете, знаете, потому что они устают, родители от того, они бедные устают, просят, и молимся, и Господи, да, может быть, просто это вас Бог посылает именно на такое ваше служение, и вы хотите помочь таким людям, которые, может быть, действительно не в состоянии там много платить, как-то за это, ну как-то вам тоже нужны какие-то там, ну давайте, то есть как-то вам Бог устрояет, ну я очень рад, что вы пытаетесь каждому человеку помочь. Да, это наше предназначение просто помогать людям, которые попали в эту проблему, и поэтому мы делаем это. один из таких, может быть, примеров таких особенных, как-то, как вот вы видели, что человек освободился, пожалуйста, упали несколько минут, вот человек пришел, один стал другим, вот и сейчас, ну таких примеров на самом деле тысячи за эти 23 года, которые мы уже ведем это служение, но расскажу пример, который произошел в начале, в самом начале этого центра в Миссури, который начался, к нам на территорию у нас не было, ну у нас и сейчас нет заборов, но тогда вообще не было даже ограничений, ну как бы обозначений территории, заехал утром джип, очень такой крутой джип, и из этого джипа папа выбросил, ну как мы поняли потом, что это папа, выбросил сына в наручниках, расстегнул наручники, сын был в абсолютно невменяемом состоянии, и у нас тогда только один человек, наш руководитель понимал по-английски, он сказал, что когда он утром придет в себя, позвоните мне, и дал нам визитную карточку, и уехал, и мы увидели, что на этой визитной карточке, что его папа менеджер, крупный менеджер из Лас-Вегаса, у которого, как мы потом узнали, более 10 борцов, этих бойцов бокс, ну конечно он зарабатывает хорошие деньги, и когда этот парень утром пришел в себя, открыл глаза, он спросил, где я, мы ему сказали, в России, и он на самом деле поверил, очень испугался, потому что он, ну, услышал, что говорят все по-русски, да, и только один человек говорил по-американски, и везде лес, он в принципе был все время в Лас-Вегасе, в крупном городе, и он говорит, что звоните срочно папе, как я сюда попал, мы говорим, ну вертолет у тебя выкинули, и все, он говорит, все, звоните папе, пусть забирает, мы говорим, да, конечно, дали ему телефон, он позвонил папе, и папа сказал ему такую вещь, сынок, я на тебя потратил уже миллионы долларов, ты был во всех странах, во всех центрах, если эти русские тебе не помогут, то когда ты вернешься в Лас-Вегас, я просто найму киллера, и застрелю тебя, выплачусь, и буду вспоминать о тебе, это вот так уже доведены до отчаяния родители, прошло несколько месяцев, ну этот парень сказал, что я останусь, но буду делать все им на зло, и он на самом деле несколько месяцев делал все нам на зло, но знаете, вот мы научились смотреть на этих людей, которые к нам приходят через кровь Христа, какими они будут, какими видит их именно Иисус, по-другому это невозможно выдержать, и через некоторое время пошли братья в баню, и натопили ее хорошо, у нас хорошая русская баня, и напарили его, стали парить его вениками, и он сказал, тухат, и стал идти к выходу, и наш руководитель ему говорит, да, здесь тухат, но здесь есть дверь, а в аду тухат, и дверей не будет, и просто Дух Божий прямо там пришел на него, он встал на колени, он просил у Бога прощения, он каялся, плакал, и на следующий день это был совершенно другой человек, который везде, всегда во всем нам помогал, он прошел программу, он потом женился после реабилитации на девчине из украинской семьи, из соседней церкви, и они на 4 года уезжали на миссию в Украину, и сейчас это прекрасная семья, которые недалеко от нас живут, у них много детишек, и они абсолютно счастливы, это совершенно нормальный парень. Все, я обязательно хочу его пригласить. А время уже прошло, еще раз скажите, скажите телефон свой еще раз. Фон 417-967-1155-NLUSA.org Наш сайт. Большое вам спасибо, Павел, извините, время уже наше вышло, но мы считаем несколько минут, вы, пожалуйста, вспомните, что вы хотели спеть. Спасибо, что вы... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Имеющий уши слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. Интеррадио для вас 7 дней в неделю. Хозяин компании A-Line Mobile Autoglass, Алекс, приедет к вам и поменяет стекло на вашем автомобиле. Вам нужно только позвонить по телефону 215-7-448-215-7-448-215-7-448-215-7-448. Приветствуем, дорогие друзья! Мы приглашаем вас в наш магазин Pacific Tristore, который находится по адресу 6101 Watt Avenue. Здесь вы можете приобрести мебель, посуду, одежду и много чего другого. Все заработки магазина идут на миссионерские служения. Также вы можете принести вещи, которые вам больше не нужны. Спасибо, дорогие друзья, что вы уделяете нам время и делаете ваше пожертвование. Внимание! Внимание! Важное сообщение! Умное обобщение! Вы найдете... Продолжение следует...